И снова здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Леонардо и мы продолжаем проходить книжку ненаписанных историй. В предыдущей части мы остановились на том, что поговорили с каким-то зомби, поговорили с вот этой отрубленной головой, поговорили с каким-то метросексуалом и так далее. Что мы еще делали? Поговорили с каким-то призраком, теряя каким-то клоуном или лакеем? Блин, я уже не помню, как таких людей называют? Ну, в общем, средняков-клоунов вроде бы. Ладно, сейчас нам надо отправиться вот в это место, в какую-то палатку я там еще не был. Ну, то есть мы там еще не были, я там тоже был, когда я первый раз играл. Оу, вот это да. Кузнечные меха. С ними и корова сумеет раздуть огонь. Да ну. Медная чаша. Понятия не имею, на что она может сгодиться. Я пока ничего брать не буду. У него с ним потолкуем. Ступка с пестиком. Нормального размера. Похоже, котел много лет коптился над пылающими углями. Но я как-то не слишком интересуюсь готовкой. Хм, необычная крышка. На ней как будто не хватает парового клапана. Уродливый головной убор из перьев. Угли еле тлеют, но жара костра еще идет. Еще какой-то курящий бык. Эта игра полностью изменила мое представление об этом мире. Косметика для шаманов. Или я чего-то не понимаю, или это косметика. И я сильно подозреваю, что она принадлежит моему порнокопытному другу. Давай на чистоту. Краситься я не стану даже под страхом смерти. Теньки не просят. А вот черная тушь, пожалуй, пригодится. Монтер, что мы сейчас у него на глазах косметику стырили. Ну ладно, пока мекаем с ним. Толстый старый бык курит какую-то безумную трубку. И похоже не слышит меня. Или делает вид, что не слышит. Привет. Эй, дома кто есть? Я тебя слышу. А, ну, отлично. Голос у него такой... Такой низкий, господи. То есть высокий, а не низкий. Извините. Ой, зачем я это делаю? Меня зовут Нейт. А ты? Меня называют Быстроногим. Громовым копытом. А еще Повелителем Дождя. Я из гордого народа Тауренов. А у тебя тут что, прокат хиповых костюмов? Я шаман. Здорово. И что ты делаешь? Шаманишь? Я беседую с душами предков. Варю зелья. Облегчаю боль. Заклинаю погоду. Ого, сколько всего. У тебя, наверное, постоянные стрессы. Ммм, и не говори. Ммм. Слушай, что это ты такое куришь? Растения. Дабы отправиться в загробные миры навстречу душам предков. То есть умереть хочется. Тебе полагается есть траву, а не курить. Понятно. Мычание у меня случайно вырвалось. Я не хотел тебя обидеть. Я просто подумал... Эй, вон сидит бык. Дай-ка я помычу. Понимаешь? Если бы ты был похож на осла, я бы сказал... А если бы здесь воняло, как в свинарнике... Ммм... Я тебя прощаю. Но здесь воняет только буйволом, так что я... Спасибо. Я тебя простил. Круто. Ну и тут же помолчи. Ты же наверняка знаешь, как проникнуть в лагерь орков. Ну, я имею в виду физически. Не духовно или как-то еще? Да хорошо курить уже. Спасибо за помощь. Пойду глотну свежего воздуха. А то у тебя тут атмосфера какая-то нерабочая. Счастливого пути зеленой травы тебе под копытами. Так, у меня у нас много чего в инвентаре есть. Посмотрите-ка. Интересно, у меня в инвентаре место ограничено или нет? По-моему, нет. Но об этом тогда сразу бы сказали. Орки сделали Вильбора призом на своих состязаниях. У тебя случайно нет знакомого воина? Воина, который согласился бы состязаться с орком. Именно. И чтобы жил неподалеку. Желательно. Да, и чтобы он работал бесплатно. Ну да. Таких, наверное, не существует в дикой природе. Скорее всего, нет. Ладно, если я не найду воина, чтобы спасти Вильбора, по крайней мере, я буду знать, что сделал все, что мог. Значит, такова воля богов. Ты сам можешь участвовать в состязаниях? Я что, похож на воина? Может, мне взять пару гантелей и быстренько накачать бицепсы к вечеру? Мой опыт подсказывает, что есть два способа стать опасным воином. Первый — это путь испытаний. Ты будешь получать опыт в бесконечных битвах, постоянно развивать свои умения и навыки. Ты должен знать механику боя, предвидеть каждый шаг противника. Ты должен бороться из последних сил и никогда не сдаваться. Вот. И, наконец, после череды унизительных поражений, ты можешь стать сносным воином. А второй способ? Найди крутое снаряжение. Когда у тебя лучшее оружие и доспехи, ты можешь быть дырянным воином. Твое снаряжение все сделает за тебя. Вот. О, этот способ как раз для меня. Я найду себе такое снаряжение, спасу полурослика и стану героем дня. Где-то тут поблизости наверняка есть легендарный воинский комплект. С чего ты взял? Ну, просто подумалось. Верно. Здесь есть один легендарный комплект. И он состоит из нескольких предметов, спрятанных в разных местах. И чтобы получить каждый из них, надо выполнить ряд заданий, от которых взрывается мозг. Ну, да. Да, действительно. Комплект состоит из шлема, щита и меча силы, но... Итак, что мне сделать, чтобы ты мне помог? Ну, ты... Ты мог бы помочь мне с телом. Чего не хватает? Мне нужно легкое. И... Сердце. А третье желание? Чтобы всё заработало, нужен сильный разряд молнии. Она пробудит жизнь в моём мёртвом тени. Ясно. Если ты мне поможешь, я расскажу, где хранится меч силы. А остальные могут знать, где найти шлем и щит. Кто бы сомневался, что будут ещё какие-то остальные. Так, по-моему, опять приседает. С того и не слишком-то весело, да? Да, по основному уровню. И где же мне взять сердце? Можешь отдать мне своё. Охо-хо. Гениально. Я всего лишь пытаюсь помочь. Для чего существу из неживой плоти лёгкая? Как для чего? Снабжать организм кислородом? А для чего тебе кислород? С помощью кислорода в митохондриях, в клеточных электростанциях. Из сахара производится энергия. Энергия необходима жизненно важным органам. Особенно мозгу. Но ты же череп. У тебя нет мозга. Ты вполне обходишься без крови, кислорода, сахара и всего остального. Ну да, логично. В руководстве совершенно чётко написано, что человек не может жить без лёгких. В руководстве? Ты про коробку кукурузных хлопьев с наклейкой «Ты и твоё тело, пять принципов правильного питания». Слушай, у меня только одна попытка, и я хочу всё сделать правильно. Так что достань нелёгкое. Мне пора идти. Земля тебе пора. Хм. Я, кажется, знаю, где достать легкие. Это вот это вот. Меха. Пардон. Тут у тебя меха? Можно я их возьму? Они сломаны. Хм. А можно я всё равно? Я их возьму. Что ты мне дашь взамен? Ничего. Они же сломаны. Ммм. Ты говоришь мудро. Наконец хоть кто-то заметил. Ну не жалуйся на это, пожалуйста. Не жалуйся. Действительно хлам. Тут большая дырка. Прям большая. Ничего, ещё золотая. Кулачок мужа как раз подходящего размера. Но как мне его прикрепить? Клей? Для чего мы его брали? Я нанесу немного клея на кожу щепкой. А клей исчез. Хоть он немного сказал, что немного занёс. Золотая дырка кулачком кожи. Отлично. Меха снова работают. Эй, шеф. Можно я это одолжу? Если да, смотри перед собой и ничего не делай. Вот и молодец. Нет, эту штуку я ни за что не надену. Но перо, пожалуй, возьму. Потому что с ней можно пополцать о том, почему он не хочет его прощать и так далее. Привет, принцесса. Что надо? Я по поводу того призрака в волшебных колодках. А, этот слезняк. Он решил покориться судьбе и выйти из склепа. Трусливый, недоделанный зомби. Он очень сожалеет о своём поступке и хочет извиниться. Ха! Это курам насмех. Я его порублю на фарш и скормлю рыбам. Да, но... Может, лучше его простить? Милый, ты что, пересидел в вигваме у обкуренного быка? Я никогда его не прощу. Значит, мне нельзя взять голову зомби? Или можно? Конечно, нельзя. Это мой боевой трофей. Милый, я молотил эту скотину минут 15, прежде чем свалить её. Я даже не сопротивлялась. Молчать! Я тебя жестоко покалечил. Ты ведь паладин, да? А что? А паладины? Все знают помолоты, мечи, всякие там доспехи. Ну? А ты не знаешь кого-нибудь, кто умеет со всем этим обращаться? Какого-нибудь воина? Извини, милый. Я с такими варварами не связываюсь. Почему? По поводу твоей вражды зомби. Не твоего ума дело. Это останется между зомби? И мной. Мне пора. Мужские дела зовут. А-а-а. Ха-ха. Так. Тут ничего больше нельзя сделать, да? Так, чё с игрой творится? Не понимаю. Так, ну вроде бы прошло. Так, может с ним поговорить? Я помню, что он нам должен помочь. Нет. Вот, но, кстати, у меня карта работает. Понимаете, как на скале работало же? Хм. Так. Тогда нам надо с тем зомби. Зомби, господи. Кстати, мне ночником поговорить с вот этим. Эй, шеф! А, это ты? Живой? Орки сделали из моего друга приз для своего дурацкого воинского состязания. У тебя случайно нет воина среди знакомых? Не-е-е, с воинами у меня как-то не сложилось. Раньше я был шутом, орликином. Спроси Гулливера, он много путешествовал. Ты слышал о воинском комплекте, который спрятан где-то поблизости? Да. Он принадлежал странствующему рыцарю, который погиб в этих краях около года назад. И я знаю, у кого сейчас его шлем, клянусь бубенцами. У кого? С чего мне вдруг тебе помогать? Ты предал своих друзей? Вдруг ты удерешь вместе со шлемом? Я хочу освободить Вильбура. Хе? Да ты в жизни не совершил ни одного бескорыстного поступка, клянусь бубенцами. Но собираюсь совершить. Угу. Декажи, что можешь быть бескорыстным. Убеди паладина простить меня, чтобы колодки исчезли. Слушай, ну это уже наглёшь. Но это не бескорыстный поступок. Я помогу тебе только для того, чтобы ты помог мне. Думаю, я закрою на это глаза. Речь как-никак о воспитании твоего характера. Я поговорил с паладином, и боюсь, он никогда тебя не простит. Я и не надеялся, что это будет просто. Я, честно говоря, тоже. Что теперь делать? Ну придумай что-нибудь. Он должен сказать мне, я тебя прощаю. Лишь тогда колодки можно будет снять. Так, подожди. Что ж, мне пора. Бывай. Удачи! И помни, мы вас... Вот, в клепе прям лагает шутка здесь. Прям кошмар. Так. Таурен, помоги мне. Эй-эй! Слышу я. У меня есть знакомый, которого никак не хочет простить один вредный паладин. Нет ли способа заставить паладина его простить? Прощение должно идти от сердца. К нему нельзя принудить. Если мы ничего не сделаем, он кого-нибудь ранит. Или даже убьет. Одну голову он уже отрубил. В следующий раз кто-то может серьезно пострадать. Печально. Но вдруг правда на его стороне. Наказывать его не мое дело. А если паладин даже не слушает? Мой друг сожалеет о том, что сделал. Он хочет попросить прощения, но ему не дают. Плохо дело. Каждый заслуживает мира и покоя в душе. И этого паладина нельзя уговорить? Нет. Тогда мы заставим его послушать. Как? С помощью какого-нибудь вуду? Ммм... Вуду? Ха! Это магия для лентяев. Нет. Я сварю зелье лунатизма. Сначала выпьешь глоток сам. Потом угостишь паладина. И сможешь ненадолго занять его тело. Заставь его пойти к своему другу и принять извинения. По мне так похоже на вуду. Это не вуду. Ну да. Для зелья мне нужны волосы паладина, жидкость из его тела, элемент его одежды и что-то, принадлежавшее его предку. Но мне не нужна ни кукла, ни булавки. Понятно. А когда я все это принесу, ты сваришь мне зелье. Именно так. А помпон подойдет в качестве одежды паладина? Что? Ну вот такая штука. Неужели люди такое носят? Некоторые. Немногие. Почти никто. Если паладин хоть раз надевал это, то подойдет. Но мне хватит пары ниток. А остальное оставь себе на память. Пойду глотну свежего воздуха. Счастливого. Так. Ребята, что-то у меня с игрой какие-то проблемы в последнее время. Давайте я на этом прервусь и продолжим мы с вами уже в следующей серии. А пока я надеюсь, вам все понравилось. Если это так, то делайте то, что нужно. Окей. На этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Леонардо. До скорой встречи. И помните, веселье только начинается. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...